Гран-при фитнес-хаус 2013. Чем еще готовы удивить организаторы? Да и можно ли вообще сделать турнир еще круче, чем в прошлом году? Россия против Европы. Битва 4 на 4. По каким критериям будут сравнивать наших и западных бикинисток? А кто победит в общекомандном первенстве? Ответы на все эти вопросы фанаты бодибилдинга узнают уже 10 ноября, когда в северной столице на одной сцене выяснят отношения сборной России и сборной Европы. Формула такая 4 на 4, но это не значит, что там полный привод. Четыре билдера наших сражаются как команда с червя-билдерами, представляющими другие регионы, не связанные с Россией. То есть Украина, опять же, Словакия. Четыре бодибилдера и четыре бикинистки. Состав участников уже известен. Начнем представлять нашу сборную с девушек. Ольга Путрова, Алена Надеждина, Екатерина Усманова и Светлана Ерегина. Каждая из них доказала свое право защищать честь России. Для меня основная цель – это чемпионы. Чемпионы как минимум страны, чемпионы Европы, чемпионы мира. Поверьте, но со Светой мы договорились уже недели за две, наверное, до Арнольда. И вот чудо, она выиграла классно. Здорово. Договорились после уже Арнольда с Путровой, с Надеждиной договорились. По ней были вопросы, если честно. Мне ждать, ну, совсем неохотно. Железный рейтинг торопит, все журналы торопят. В Европу надо писать, блин. Даже представить себе сложно, кому из европейских девушек по силам тягаться с абсолютной чемпионкой Арнольд Классик. Две словачки будут, они чемпионки Европы, чемпионки мира. Не прошлого, не киевского, да. Но, во всяком случае, у них титулы есть, они чемпионки своих стран. Девушка из Литвы, Сандра Сычева. Двукратная, по-моему, чемпионка Литвы. На мире она шестая была. Здесь, наверное, большая заслуга Александра Тимошенко и Копчика Игоря. То есть я вместе с Игорем Копчиком, моим близким товарищем, другом из Словакии, мы, так сказать, пытаемся обеспечить поддержку этому турниру как спортсменами, как спортсменами из-за рубежа. По силам ли нашим любителям выиграть у европейских? Российские чемпионки уже вовсю рвутся в бой. Девочки, держитесь. Мы все очень серьезно настроены, и мы так просто не отдадим победу. Но все равно у нас почему-то изначально принято так, что если человек из Европы, если человек из Америки, то он заведомо круче, чем наши. Но это не так. Сколько пересмотрела фотографий, видеороликов европейских, американских спортсменок, у нас такие же, у нас даже получше девчонки. А вот организаторы не разделяют уверенность наших девушек, ведь сохранить чемпионскую форму до конца сезона – дело непростое. Посмотрел одну фотографию, да, он классный, она классная, все, наверное, чемпионом будет. Надо смотреть чемпионом, кто будет, когда они стоят в одном ряду. Это гран-при тема интересная, потому что многие просто не встречались. Та же самая, допустим, Усманова, она не была на Арнольде, не были на Арнольде, Надеждина не была, Путрова была, да. Дениса Липовска, Сабина Плевакова из Словакии, Сандра Сычева из Литвы, Алла Семенова из Украины. Соперницы у наших девчонок не из робкого десятка. За качество западных участниц поручились Александр Тимошенко и Игорь Копчик. Да и итоги недавнего чемпионата мира в Киеве подтвердили амбиции словацких спортсменок. Как оно там сложится, в какой форме вы... Я вот... Трудно мне представить, кто может выиграть. Потому что победа Светы, ну, просто внесла такую интригу. Ну да, она была тогда еще, до Арнольда, абсолютная чемпионка. Ну и те были, а те были чемпионками мира, там, Словачки, Дениса, допустим. Наша не была, да, близко даже чемпионка Европы. Главный вопрос, касающийся номинации бикини. По каким критериям будут судить участниц? Большинство экспертов уверены, во многом от этого и будет зависеть расстановка мест в итоговом протоколе. Ну, я бы даже назвал, наверное, два стандарта. Есть американский стандарт, да, и европейский. Все-таки европейский – это взять, наверное, классик девушки более засушенные, да, более такие формы. Взять американский стандарт девочки более гладкие. Недопустима венозность, чрезмерная сухость. Ну, как изначально это начиналось, как фитнес-бикини, такие были параметры. Сейчас, конечно, немного увлекаются, и девушки спортом заигрываются. Конечно, уже другие появляются критерии. Ситуация кажется тем более неоднозначной, если учитывать интернациональный состав судейской бригады. Международного уровня все судьи. Скорее всего, это будет пять судей. И не только наши, кстати. И поэтому, как она там будет ложиться, я не думаю, что будет каждый свое тянуть. Ну, смысла нет на коммерческом турнире кого-то вытягивать. Но не столкнутся ли европейские девушки с российскими реалиями судейства? В Америке, в Европе все как-то за естественность. То есть, подразумевается, что если ты выступаешь в бикини, значит, ты не используешь никаких препаратов для засушки. То есть, ты сам по себе, это круглый год такой может быть. А у нас все-таки требуется, чтобы явно видно было, что ты тренировался, что ты явно сушился. Поэтому не знаю, в какой форме будет выступать Света. Но я думаю, что европейские приедут, если там приглашенные, да, они будут такие недосущие немножко по нашим меркам. Так кто же из них окажется лучшей из лучших номинаций в бикини? Кто удивит питерскую публику и международную бригаду судей своей формой? Узнаем совсем скоро на Гран-при в фитнес-хаус. А в нашем следующем сюжете мы постараемся выяснить, смогут ли российские атлеты в отсутствии Александра Кадзоева дать бой лучшим европейским любителям.